Итак, мы сейчас моделируем процесс формирования градиента концентрации в мозговом веществе почки. Вот это отмечено вот этим вот розовеньким. Итак, какие три процесса? Это противоток, движение жидкости в противоположных направлениях, по нисходящей части петли Генли к внутренним слоям, затем поворот и движение по восходящей части петли Генли, толстой части, от внутренних слоев к наружным слоям мозгового вещества почки. И вот здесь мы будем показывать вот такой столбик именно процесса. Поэтому, если вы будете рисовать какую-то другую задачку или часть задачи, я потом объясню вам, тогда обязательно вот эти процессы отражайте в одном столбике. Процессы дальше что? Реабсорбции натрия в другом столбике. И процессы диффузии, которые здесь не показаны. Почему? Потому что главную роль играет осмос в третьем столбике. Так, это понятно? Да, мы помним. Так. Вот. Но здесь получаются какие-то странные цифры. Да, вот сразу вы посмотрите. Ну, нормально. Начинается обычно с какого момента? Когда нефрон не работал, это могут быть реалии, да? Тогда за счет диффузии все уравняется. И наступит равновесие между внутри-тубулярной жидкостью и интерсоциальной жидкостью. Так. Межклеточной жидкостью. Ну, какое равновесие наступит? Ну, порядка трехсот миллиосмоль. Вот здесь мы убрали нулей. И мы будем говорить, это не три, а сколько? А три сотни. То есть триста миллиосмоль на литр. Так, понятно? Ну, чтобы не писать лишние цифры. Так, кто понял? То есть три сотни, три сотни, три сотни. И вот это начальный момент всех вот этих процессов. В нашей задачке мы, по всей видимости, зададим такое условие. То есть все вот эти процессы происходят одновременно. Но мы с педагогической точки зрения, в принципе, вполне приемлемо в моделировании. Мы, вот скажем так, разделим вот эти вот процессы, о которых я рассказал. Но здесь зададим какое-то число, чтобы все-таки, в отличие от Гайтона и Холла, да, там просчитали, получили какую-то реальную цифру и сделали какие-то выводы. Вот здесь будет реабсорбироваться. Какое количество при каждом шаге? При каждом шаге. Сто миллиосмоль. То есть одна сотня. Вот от трех мы отняли одну и тогда и прибавили сюда. При прочих, ну при равных объемах и так далее. Мы оперировать будем концентрацией осматических активных веществ. Ну тут тогда будет играть роль объемы. Ну с какими-то коэффициентами мы можем привести к одним таким виртуальным объемам. Так, я понял. Вам не обязательно это понять. Значит, если мы отсюда единичку отняли, куда мы прибавим вот это межклеточное вещество? Так, вот это поняли последнее, да? Да. Да. А здесь должно будет идти осмос или диффузия до тех, пока вот эти вот два компартмента не уравняются по концентрации. Ну давайте начнем. И вот самое начало. Итак, задача у нас реабсорбируется в каждом слое при каждом шаге одна сотня миллиосмоль. Значит, какая цифра вот здесь вот должна быть написана? Два. Два. Смотрим. Два. Правильно. Хорошо. Значит, отсюда забралось, сюда пришло. Сколько здесь должно? Четыре. 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 Хорошо. Что-то Максим учиться начал. Это я вырежу. Не бойся. Так. Дальше. Здесь что у нас должно получиться? Два. Также два. Здесь. Тут все цифры 2, 4, 2 и внизу также 2, 4, 2. Хорошо. Понятно, да? Так. Дальше. Три. Два. Три. Ну, три-три, да? Тут не работает, поэтому оставляем. Да. Три-три. То есть, работала у нас какая вот эта толстая стенка? Конец. Я думаю, забрали. Хорошо. Здесь. То же самое. Все то же самое. А почему то же самое? Подождите. Нам надо разделить. Три-четыре. В этом месте будет семь. Да? Поэтому поровну будет три с половиной, три с половиной. Правильно? Ну, вообще да. Да. Но это если у нас компьютер, это можно, получается, мы можем делить, ну мы тогда в следующий раз должны написать три с половиной, потом у нас получится после запятой двадцать пять, потом сто двадцать пять. Это неудобно. Согласитесь? Поэтому, ну вот мы с Максимом нашли, скажем так, семь монет по одному доллару. Ну, мы решили пополам разделить. Ну, как мы разделим? Кому-то три, кому-то четыре. Ну, давайте. Я интерстиции, тогда мне четыре. Максим согласен? Ну, да, допустим. Да. Примерно. А если бы мы нашли восемь монет, тогда как бы мы разделили? По четыре. По четыре. А если бы девять? Так, тогда я бы забрал бы пять, а тебе бы отдал четыре. Так, понятно? Это чтобы не писать лишних цифр. Это все будет нивелировано там. Итак, здесь мы ставим, сказали мне, три. Здесь четыре. Здесь. А здесь это где? А, три. Так, ну, хорошо. Ну, давайте. Кто следующий? Так, Максим молчит. Что-то вы быстро поняли на первом шаге. Обычно на третьем понимают, о чем речь идет, об этом процессе. Так, Стефаня сейчас отвечает, да? Что здесь? Да. И здесь два, и здесь два, да? Да. Ну, да. То есть работала вот эта тонкая стенка, здесь не работала. Поэтому остается два. Так, хорошо. Переходим к второму шагу. То есть мы уходим от равновесного состояния. Ну, Стефани, что здесь? Здесь мы показываем движение по интратабулярной жидкости. Так, сколько? Два. Так. Ну, давай. Так, тут. Три. Так, все поняли, почему? Три. Вот, вот эта часть интратабулярной жидкости пришла сюда, да? Здесь. Так. И здесь. Три. Да. А откуда вот это три? Это приходит из плазмы, если хотите, пройдя там... Извятые канальцы, проксимальные извятые канальцы. Ну, и будет порядка всегда три. Если вы не съели селед, или не выпили много жидкости, тогда может измениться немножко, в какой-то момент. Так, хорошо. Ну, давайте, Вероника, дальше. Четыре, шесть? Четыре, шесть? Нет. Нет. Ну. Ну, здесь мы не трогаем. Мы показываем только движение. Откуда шестерка взялась? Четыре, четыре. Четыре, четыре, да? Так, Вероника продолжает. Здесь. Здесь реабсорбция. Два. Согласны? Нет. Один. Один отнимается. Один. Четыре. Пять. 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 Конечно. Ну вот. Вот это вот. Если один отнимается, сюда один прибавляется. Так, да? Вероника, а еще здесь? Два. Пять. Так, все. Так. А тут три, три будет с другой стороны. Сколько? Я не услышал. Три, три. Три, три. Здесь. Четыре. Кто сказал? Жанна. Жанна. Я узнал Жанну. Так. Согласны? Винца? Да. Да, поровну. Восемь. Разделили. То есть будет идти якобы. Здесь вода могла не дойти. Вот здесь вот вверху. Ну, более реально. Ближе к какой-то модели. То есть мы вообще концептуальную модель считаем. Но, ну, желательно приближаться в какой-то степени. Так, да? К реальной. То есть это не 4-4. Это 400-400. Да, у нас якобы концентрация. Так? Да. Верий Георгиевич, у нас получается вот эти вот два столбика складываем вместе и делим пополам, да? Ну, да. Ага. Здесь как? Ну, это не просто столбики мы складываем, а мы отражаем какой процесс? Осмоса. Ну, суммарный процесс осмоса и диффузия. Потому что тут, ну, диффузия в меньшей степени. Так. Понятно пока. Так что здесь, Вероника? Уже 4-4. 4-4. Ну, остается здесь... 1-2. 1-2. Хорошо. Хорошо. Ну, здесь я, чтобы не прыгать, да? Вот здесь вот, извините, третье... Это второй шаг, это третий шаг. Но Яну я не слышал. Так, все молчат, Яна отвечает, да? Задерживает Яна. Кто отвечает? Давайте я. Давайте. Получается один? Нет. Нет. Вот. Мы берем вот это последнее, да, что мы получили. Значит, вот это... Вот это иди... Вот обратите внимание, сейчас я немножко вклинюсь. Вот видите, здесь даже всегда получается гипосмолярная жидкость. Плюс еще, когда работают дистальные канальцы, да, они забирают, ну, под действием, ну, скажем, так, альдостерона натрий, слышали о таком гармонии. И она, получается, здесь вот выходит, это даже гипосмолярная. И видите, ну, у нас наши модельки уже даже получается, но она уходит куда? В дистальные цветы и канальцы, да, потом идет в собирательные трубочки. А на место приходит вот эта жидкость, интратурбулярная. Значит, что здесь у нас получится? Ну, двое. Два. Два получаем. А на месте интратурбулярной, что тогда, если она переместилась, например? То же два. Нет. Ну вот, это же петля. Я просто здесь... Это... А, четыре. Четыре, конечно. Так. Здесь... Четыре. Только это не вот эта четверка, а вот эта четверка сюда переместилась. Так, да? Да. Так. И там, возможно, единица. Откуда единица взяла? Тоже четыре будет, наверное. Да. А откуда? Четыре. Ну, есть центральный. А сюда что придет? Какая жидкость? Откуда? Ну... Вне клеточная, которая по центру высказали. Чего-то она это... Из тубулярной системы она придет. Из какой? Из максимальных святых канальцев. А там и осмолярность не меняется. Получается, в тройках. И всегда, при прочих равных условиях, мы будем говорить о... Из-за осмолярности, плазме. Так, да? Да. Так. Если не действует какой-то возмущающий фактор. Так, хорошо. Здесь что? И тут по четверке. Так. И тут по четверке. Да. А. Так. Здесь кто-то... Кто у нас не отвечал? Карину я не слышал. Карина. А кто отвечал? Карина постоянно разговаривает. Да? Иначе не узнал. Ладно, Карина, давайте все равно. Что здесь? Тут ведь вы. Так, не четко. Единица я услышал вроде, да? Да, единица. Тут пять. Тут будет... Три. И тут пять. Три. И четыре. Четыре и четыре. Тут четыре и пять. И тут один и три. И троечка. Ага, хорошо. Приходим. А можно мы сфоткать? А? А можно мы сфоткать? Что-то донесет. Сфоткать? Еще раз. Да, да. Чтоб нельзя... Я потом дам это все. Можете сфоткать. А, все. Хорошо. Это... 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 Я думаю, на лекции повторить. Это что-то новое же для вас, да? То есть, ну, такая необычная трактовка все-таки в какой-то степени. Ну, да. Во всяком случае, вот эти короткие цифры, да? Укороченные. И я сегодня... Ну, и мне надо вот там почистить еще. Понятно где, да? Да? Такое. А я лекцию, которая была, потерял. Но она не такой была. Так, хорошо. Значит... Ну, ладно. Все вроде как отвечают. Так, все, по-моему, поняли. Ну, давайте досчитаем. И у вас первый возникает вопрос. А сколько мы будем считать вот это вот? Ну, до цикличности. Да. Пока цифры, процессы будут идти, а цифры не будут меняться. То есть, из равновесного мы перейдем к какое состояние? Стационарное. Так, да? Да. Вот. Ну, вот. Ну, не знаю, сколько. Сколько шагов. Кто-то знает, сколько шагов надо сделать? Мы пока четвертый делаем. Валерий, я не знаю. А? Можно кто-то сейчас портит? Так, кто там бумагой какой-то шумит? Запись портит? Я не знаю. Ну, кто хотел... Сейчас нормально слышать? Да. А когда мы переходили от первого шага ко второму, то то, что у нас было, скажем, в третьем квадратике, мы в сохранности переводили во второй шаг. Подождите, когда мы переходили от первого шага ко второму... Давайте по... Ну, вот мы переходим. А, переходи... Вот, вот, вот этот момент. Столбик, третий столбик на первой строчке, он как бы в сохранности перешел на вторую строчку. Да. Вот этот... Ну, вот этот, вот этот, вот, последний, перешел сюда. А, значит, отсюда должно прибыть. А сколько прибудет? Ну, 300 миллиосмоль на литр. 300... Три сотни миллиосмоль на литр. То есть, вот эта тройка, она откуда? Она отсюда. Вот эта... Двойка. Не отсюда. А эта двойка вот отсюда. Вот, перешла сюда. Да? А, мне показалось, что мы ничего не меняли. А тут то же самое. Все, я... Да, эта шла вот сюда. Вот, вот, вот эта тройка отсюда. Эта тройка отсюда. А эта тройка пришла из максимальных и цветых канальцев. Интратурбулярная система. Так, да? Ага. Ну, давайте идем мы какой? Четвертый шаг у нас. Так. Так, ну, давайте дружно отвечает, кто первый, кого-то. Так. Жанна отвечала правильно, но мало, да? Так. Что здесь у нас? Я немножко запуталась. Ага. Ну, распутывайся. Так. А ну-ка, может, раньше? Так. Вот это мы сейчас будем показывать, как движется интатурбулярная жидкость, да? То есть, вот это уйдет, сюда придет вот это, сюда придет вот это. Это первый процесс. Противоток, да? Сюда придет четверка, сюда должна прийти тройка. Так. Сколько у нас? Распутывайся. Сколько здесь? Тройка. 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 Четверка. Ну, и что тут сложного? А дальше я не знаю. Ну, вот эта четверка откуда? Вот эта, вот она проскочила здесь. Ну, здесь тонкое, я берег это место, да? Ну, вот так вот проскакивает, вот это сюда, да? А вот сюда приходит откуда? Вот отсюда. Так? Четверка получается. Получается четверка. Ну, а сюда что придет? Объясните, Жаня. Тройка. Ну, так постоянно всегда одно и то же число приходит извне, то так приходит. Из коры, почек, из максимальных, из витых канарцев. Так, да? Будет три всегда приходить. Если нет возмущающего фактора, или, скажем, если много соли к вам не поступило, да? Вот сразу. Тогда мы решаем задачи, ну, с большим количеством цифр, и, как правило, мы... Там мы считаем, вот, допустим, вводили возмущающий фактор. Вдруг пришло не три, а четыре. И мы смотрим, через сколько это может прийти в стационарное состояние. Так. Ну, это, ладно, потом. Это вырежу. Это что? А, Жанна отвечает. Ну, а здесь это не работало. Здесь пока оставалось. Так же, да? Жанна, сколько? Жанна. Какая концентрация здесь осталась? Четыре. Четыре. Здесь? И пять. И пять. Хорошо. Дальше. Здесь процессы в этом столбике, в среднем столбике реабсорция. По единице всегда, да? По сотне. Миллиосмоль на литр мы решили, да? В нашей модельке. Вот отсюда убирается сколько? Единичка, да? Сколько? Двойка получается. Двойка. И приходит сюда. Сколько? Пять. Три. И четыре. То есть у тебя было пять рублей, я тебе дал еще рубль, у тебя оказалось четыре. А. Так, получается шесть? Ну, конечно, шесть. Так, это понятно? Может в разных слоях, в этих полосках, слои, по-разному работать. Может. Но наши задачи, они одинаково работают. Так, да? Так, хорошо. Дальше, Жанна. Два тоже. А почему два? Четыре. Почему четыре? Ну, тогда я не знаю. Три. Почему три? Так, кто объяснит, сколько и почему? Ну, это слово у нас полностью сохраняется, я так и говорю, обзорчик. Ну, да, этот не работал, поэтому просто переноси, пока осталось якобы. Да? Здесь? Ага. Сколько? Ага. Четыре. Четыре. Так, Жанна продолжает. Здесь начинается за счет космосового равнивания, да? Четыре. Тоже четыре. Ну, тут пять. И тут пять, наверное. Два. И три. Так, хорошо. Переходим отсюда к пятому шагу, да? Кто переходит? Ну, Стефани вроде как крыша. А кто у нас проспал? А, подождите. Сейчас я... Полину не... Может быть, и слышал, но Полина отвечает, да? Полина. Остальные... Да, я здесь. Ну, остальные проверяют. А, так, ну, третья. Шо третия? Три или третья? Шо третия? Три. Три. Пять. Четыре. Три. Так, четыре и пять. Два. Пять. Четыре. Четыре. Шесть. Три. Четыре. 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 5 5 и 5 2 2 и 4 так переходим к шестому шагу ну давайте дружно я понял всех все вроде как что-то быстро поняли так пожить и вот что-то я я она отвечала вроде вроде но давайте повторим 4 получается будет 3 4 и 5 ну да только 400 400 500 да не забудьте вот это ближе к истине то тут здесь 3 5 но левина так 4 4, наверное, 6, так, на 3 и 4 так же будет, так, здесь 4. 5 и. 5 будет здесь и 4. Что же за уравнение, у нас на двоих 8, поровну, сколько будет. Здесь, значит, надо знать, не первый столбик, не второй, а что? Движение, противоток, да, дальше, реабсорция, активная реабсорция, затрата АТФ. Поэтому это не классическая противоточная система, да? А здесь уравновешивание. Вот, 4, дальше что? Ну, здесь 4 тоже. А, тогда 5. 5. И тут 5. 3 и 4. Так, ну, для седьмого добрались. Ну, давайте хором. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 3. 4. 4. А, 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 4. 4. Что-нибудь интересно заметили? Да, оно как бы повторяется немного. Но нам же 8 надо, но я так почитал. Но мы пришли до момента, когда да, у нас повторяется. Вот это вот 4, 6, 3, 5 в серединке. Все время. Что-что, еще раз. Подождите, у нас все время это. Дальше, вот мы прочитали 8 и получилось опять то же самое. Мы перешли уже вот на шестом шаге, а седьмой шаг подтвердил нам просто, что мы перешли в стационарное состояние. Ну, все. Если ж, это понятно? Алло. То есть мы делаем до момента подтверждения? И смотрите, сформировали мы градиент концентрации? Ну, в общем-то, да. Ну, не до 12, но сколько. А смотрите, у нас реабсорбировалась сотня, да, вот здесь вот. И у нас разница получилась в сотню. Причем какая разница? Устойчивая. А как вы думаете? Мы не будем этим сейчас заниматься, да? А если это только какие-то одни слои или такие общие слои? А если мы увеличим длину петли и повторим хотя бы вот эти вот элементы везде по этой длине? Какая разница в градиенте? Я не говорю, какие цифры будут. Между вот этой строкой, вот этой и вот следующей будет. Опять сотня. Понятно? И так, значит, будет, например. И тогда, кажется, это 400, 500, 600. Ну, давайте, где вот здесь вот 700, 800 и до 12 дойдет. Понятно? Да? Алло. Мы? Это раз. А дальше, если интенсивнее будет работать вот эта система, не по 10 в каждом слое, значит, тогда разница между слоями зависит от активного элемента. От активной перекачки натрия куда? Из интратурбулярной жидкости в восходящей части петли Генли куда? В интерстиции. Так, поняли? Да, поняли. То есть, ну и обычно показывают, ну там, то есть мы можем ускориться, ну вот это побаловаться вот таким образом. Но все это вычисление, это элементарная арифметика. Чаще показывают не два слоя, а сколько слоев. Вот давайте посмотрим. Ну шесть обычно, да, там такое. Ну это шесть, а что у нас, скажем, соответствует и мозговому слою, это само внутренней полоски или наружной полоски. Что значит вот эти шесть слоев? Ну кто его знает? Ну просто такая модель, но она почему-то у них не просчитывается. То есть мы можем разные вводные вводить, но принцип остается. То есть мы говорим, утверждаем, немножко-немножко привирая, что в принципе, вот видите, да, там по 300, 300, 300, 300, 400, 400, ну или там 150, ну мы там можем по 10 еще, ну как другие цифры вводить. Но принцип градиент концентрации будет создан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!